Субтильная шведка. Первой шестерке завал. Падает Эбба. Явно у нее сегодня с устойчивостью были проблемы. Но она к тому же еще и металась. Эбба вылетает из борьбы за призовые места, хотя включается быстро и отчаянно пытается преследовать. Сван становится единственной надеждой сборной Швеции. Вице-чемпионка мира застряла немножечко, так сказать, в отработке. И очень хорошо перезагрузку прошла сейчас Кирпиченко. Спринтерские возможности Юлии Ступак тоже всем хорошо известны. На данный момент они борются за места в шестерке сильнейших. Змеобразный спуск, сильно раскатанный, на котором выносит, выносит миниатюрную норвежку. Она юзом вписывается и гораздо это технически хуже получается, чем у Сван. Сван добавляет. Но вы видите, что на скольжении у нее лыжи все-таки чуть хуже. Однако она успела расслабить руки и плечи. И здесь снова включается ее спринтерская характеристика. На фоне, увы, простаивающих на высшем уровне трамплинов. Она остается первой, держит внутренний радиус. Внутренний радиус пологий. Проскочить в угольное ушко здесь сложно. Норвежка даже и не пытается, понимая прекрасно, что может быть завал. Две россиенки тоже вернулись. И начинают бороться с немкой за третье место. Только за третье. До первого не добраться. Есть отдельные ошибки на выходе из этого виража. Сван, королева спринта прошлого года впереди. И Сван выигрывает эту гонку уверенно. А поединок спринтерский с Терезой Йохаук приводит к тому, что она даже, возможно, за пределами пьедестала почета. Юлия Ступак, сумев возродиться в этой гонке, как Феникс, почти уже отставая, снова вернулась. И еще и сумела выиграть второе место. Я назову это именно так. Тем более, что это было в поединке с Йохаук. Но все-таки пока, по крайней мере, предварительная таблица дает норвежке преимущество над немкой. А то бы было, конечно, вообще. Не попадание на подиум, это было бы такой сенсацией. Но план был слишком общий.